Всем здравствуйте! Сегодня 1 сентября. Бедные несчастные дети идут в школу. Каждый год я им сочувствую искренне. Я собралась в магазин, а дождик, и думаю, а может не ходить? В общем, я решила вернуться домой, но перед этим я вам расскажу, что такое карстовый провал. Ну, вообще, то, что у нас случилось, как это объясняют специалисты. В общем, у нас такая почва. У нас под слоем песка, земли, глины, в общем, вот этого всякого земляного слоя находится гипс. И гипс, и еще какое-то вещество, которое вступает в реакцию, и начинается процесс. Вода размывает, размывает, размывает. Он растворяется, гипс, и получается пустота. И вот эта вот пустота образует, как песочные часы, в общем. Вот там вот внутри какая-то яма пустая, сверху идет опять слой земли. И вот в какой-то момент прорывается дырка, и туда начинает постепенно уходить земля, земля, земля. Какой-то слой держится, и в один прекрасный момент, когда уже грунт ослабевает, это все туда уходит. Вот в эту пустоту. Потом дырка может заткнуться, дыра. И опять на какой-то момент она остановится. Либо еще бывает, что вот эта вот пустота внизу, она просто заполняется землей. Ну, пустота она бывает разного размера. Бывает глубокая, бывает не очень, бывает до 70 метров, бывает до 5 метров. То есть тут все в зависимости от вот этой вот реакции, сколько ушло вот этого гипса. После чего может случиться, вот как вот у нас повторился, вот еще. Какая там глубина под нашей ямы, никто не знает, никто не исследовал. Исследования эти стоят где-то порядка миллиона рублей, чтобы вот эти геодезисты вышли. Я вот сейчас вот мне просто сказали, может быть, они поэтому ничего и не говорят, то, что как бы все на деньги завязано. Ну, естественно, миллион платить мы не собираемся, и город тоже не собирается этого делать. То есть вот такая вот история. Такие провалы, ну, карсты, не провалы, а карсты, они встречаются на Нижегородской области достаточно часто. Вот мы видели карту, даже в самом городе в Нижнем. Есть вот эти места, вот оранжевые. В общем, получается так, что белая зона это вообще как бы не опасная. Желтая это маловероятная. Оранжевая это вот как вот у нас в деревне. И красная есть зона. Красная зона это Держинск у нас. Там постоянно провалы. Но вот эти вот провалы, кстати, вот эту вот пустоту, вот в эту дыру, они закачивают, по-моему, этот бетон. Просто раствор бетона, заполняя ее, чтобы заткнуть вот эту вот дырку, чтобы дальше земля не уходила. Ну, и чтобы пустота заполнилась. Ну, представляете, сколько это нужно всего. Это сколько, во-первых, вот если глубина до метров 70, там, да даже 30, это же сколько кубов нужно туда закачать, чтобы это все. Ну, Держинск, он и химический город, там, ну, понятное дело, что там будут делать, потому что дороже не делать. Вот, а мы-то кому нужны? Поэтому вот то, что там говорят, и щебень надо кидать, и это нет. Вот как вот нам сказали то, что глина, вот она вот заволакивает, она становится, она когда спрессовывается, и она как запечатывает, вот, когда глина хорошая. Но вообще вот лучше вот раствором заделывать. А у нас просто засыпали землей. И вот как специалисты сказали, что землей это как все равно, чтобы в воронку воду лить. То есть рано или поздно оно все равно, это все уйдет, если там есть куда уходить. Другой вопрос, если там уже как бы все, пустота заполнилась, и, ну, все, она уже никуда не денется. Это другой вопрос, но этого, опять же, никто не знает. Вот, это я отвечаю для тех, кто у меня спрашивал, что, от чего эти провалы происходят. Вот это просто такая особенность почвы, то, что у нас здесь гипс. Плюс у нас еще идет несколько километров от... Ну, если по прямой, я не знаю, километров, может быть, 20-30 будет. Но это не точно, я не смотрела, кстати, по карте. У нас добыча вот этого гипса. Разработки гипса. В свое время, это, наверное, начало двухтысячных было, когда шли митинги и протесты, чтобы вот эту вот разработку гипса запретить. Ну, не то, что запретить, а не разрешить вот это вот строительство, вот это вот, как это сказать, базы, фабрики, где будут добывать гипс. Наших чиновников возили, ну, местных, в Париж. Показывает какая-то французская фирма, добывает. Что вот как там здорово, как там классно, вот это вот все. И не могли мы доказать людям то, что, блин, в Париже другая почва, другая, ну, вообще все другое. А здесь вот такая особенность. Может быть, это тоже спровоцировало. Вот эта вот реакция, вот эта гипса, еще вот этого какого-то вещества, я забыла, про какое вещество он говорил. Соли какие-то. А когда оно вступает в реакцию и начинает вот этот вот процесс, вот что подвигает вот вступить в реакцию? То есть вот оно там веками лежит, 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 и вступает в реакцию, а потом хопа, и что-то произошло. Вот что происходит? Что заставляет вот в эту реакцию вступить? Это мне неизвестно. Я думаю, что специалисты знают, просто опять же не говорят, а может быть и не знают. Ну, в общем, ну, вряд ли не знают. То есть я еще вот на это грешу. Мне, конечно, говорят, что где там вот эта вот Гамзова, и где вы, ну. Но знаете как, мы же вот до конца-то все не изучено. Откуда мы знаем, как оно пошло там под слоем земли? Где-то там пустота, где-то еще что-то. Как оно отразилось? Потому что когда там взрывы идут подземные, в Абасово это иногда было слышно. Ну, то есть, когда идет в Мулино взрывы, их тоже слышно. Но ты определяй, что это Мулино. Потому что в Мулино там как начинают стрелять, там не один раз стрельнули. Там бах, потом через какое-то время опять бах. То есть это несколько подряд. А у Гамзова там только один раз бах, и все, и тишина. То есть дальше пошел процесс там добычи уже. То есть вот, ну как бы люди научились немножко вот это вот различать. Где, откуда какой взрыв идет. У нас до нас доносилось вот именно вот Гамзовское бахание. Поэтому я не исключаю, что и это сподвигло. Хотя, ну, были там провалы, конечно. Как вот нам сказали, то что-то это вот озеро перед нами. Это тоже карстовый провал в свое время был. И он теперь, там стояли дома, они тоже ушли. И теперь это вот как воронка, она стягивает к себе вот эти вот провальчики. А как ромашка. Но тут я вам рассказываю то, что специалист нам рассказал. Также у нас есть озеро Святое. Так вот все, по-моему, так ни разу я не показала. Уже несколько раз говорила про него, а ни разу не показала. Почему оно так названо? Есть легенда, то что там стояла церковь. Ну, я думаю, что там, наверное, скорее всего монастырь какой-то был. Потому что церковь как, ну, на шибе в лесу. Ну, неважно. В общем, стояла церковь. И в одну ночь она ушла и образовалось озеро. Что у этого озера три дна. Два-три дня дна. В общем, кто сколько, кто сколько придумает. Не, ну то, что там не одно дно, это точно. Потому что туда на реале исследовали эти, как их, водолазы. С веревкой. Говорят, там щуки вековые, там заросшие все. Это огромные в этих вот, в ракушках во всех. И еще я слышала такое, что как-то однажды тоже нырнули водолазы. И вынырнули они в оке. В каком месте в оке тоже, я не знаю. Но вот как-то вот оно там типа соединилось. Вообще, да, нам специалисты тоже сказали то, что вот этот вот карст, который идет, он идет из леса озера Круглицы. Я вам его не раз показывала. Это озеро мы с собаками туда ходили. Это тоже карстовый провал в свое время был. И вот он как-то вот идет, вот идет по прямой. И он как раз выходит вот через нас, проходит и идет дальше. И как-то все это завязано на реке Клязьма. То есть вот как-то вот там вот это вот все взаимодействует. И все это как бы в коке. Вот, вот рассказала вам то, что рассказали мне. То есть это не какой-то не вулканы, это не какие-то там ямы подземные. Нет, это вот просто карстовый провал. И вот он таким образом себя ведет. Все, всем хорошего дня. Пошла и домой, скаталась в магазин. Ладно, пока.